Музыка Всем привет! Привет! Мы в университете Ой, а у нас машина едет В общем, сегодня у нас защита проекта Уже выступило 4 группы Вот мы следующие Нет, мы через одну выступим Там листья убирают А то он не мешает разговаривать Так вот, мы через один выступаем Мы уже уверены в себе Потому что мы уже 300 раз повторили все Мы все разобрались Я думаю, что все будет в порядке И вот мы вышли Сейчас у нас маленький перерыв И мы вышли на кофе Потому что здесь дешевая вкусная пекарня рядом Кофе Брейк Вот красивая собака Собаки Последим Такая красивая собака у нас здесь, смотрите Собака Она ждет своего хозяина Как кофе? Вкусный Там пекарня есть, рядышком Там очень вкусно все для нас И там дешка Потому что в университете Детская столовая вообще дорогая Ну, гофы там дешевые Но все остальное там дорогое Там бутерброд 2 евро Все, мы защитились У нас уже все получилось Это просто финальный этап Клауди делает фотки Мы защитились Прям в коридоре Вот здесь все делали На полу Да Да, у нас работало все клево С первого раза Сказалось, все зависит от батареи Знаете, в чем была проблема с этим роботом? Почему мы так долго его делали? Все зависит от заряда батареи Потому что если оно где-то наполовину Робот работает по-другому Если оно почти уже нет батареи По-другому работает А если полностью заражено Опять по-другому работает В общем, поэтому нужно было нам Просто найти оптимальные настройки В программе И немного раз пробовать робота Потому что чем больше мы пробуем Чем больше заряд батареи Израсходуется И чем больше ошибок С ним случается В общем Все, мы закрыли сегодня Два предмета С первого раза С первого раза ждали робота И с первого раза защитили презентацию Да, кстати, презентацию тоже хорошо защитили Я думаю, что у нас это третья По-крутости презентация По-крутости А может даже вторая В общем, да, ему понравилось Это было видно Потому что он так смотрел Восхищенными глазами Когда мы засуществились И в конце сказал, что Все прошло хорошо На самом деле Иначе чуть не сбила машину Преподаватели везде одинаковые То есть просто он хотел услышать То, что он учил То есть он показывал формулу Вот нужно было ее впитнуть В эту презентацию То есть кто не впитнул Но сделал там кучу всего другого Тот получил ниже балл А мы получили чуть выше Потому что мы впитнули то, что он хотел Поэтому ура У нас теперь есть просто спокойствие У нас нет уже много дел У нас есть свободное время Чтобы готовиться нормально к экзаменам Потому что было очень много всего Как бы нужно сделать И нормально нельзя было сконцентрироваться Мы зашли в супермаркет Естественно за манго Сколько ты возьмешь, Каточка? Три. Три? Давай. Смотрите, что Катя взяла. Зачем ты как взяла? Любишь? Хотите, я вам что-то покажу? Нет, не Дима, который лежит там сзади. Я не что-то. Я вам покажу кое-что другое. Смотрите. Вот что мы купили. И вот что мы купили. Ну эти, как его видели уже, вот это не видели. Начинаем нашу дегустацию. Первым вход пойдет клубника. Насыщенного вкуса нет. Такая водянистая. Январь все-таки, ну как? Как в январе может вкусно быть клубника? А теперь хурма. Я ее порезала уже, потому что она твердая. Я бы ее даже не откусила. А хурма очень вкусная. Сладкая. Я сейчас вам расскажу кое-что интересное про университет. В общем, мы сегодня общались с нашим преподавателем. Он наш куратор. Он рассказал нам про наш диплом, как мы будем писать. Это называется мастер тезис. Он нам рассказал такую штуку. Мы можем его писать в любой стране мира. выбрать себе супервайзера, то есть руководителя дипломной практики. Ну, как-то так. В общем, супервайзера в любом университете из трех, которых мы будем учиться. То есть университет в Берлине, в Рике или здесь, в Барселоне. Мы выбираем преподавателя и можем дистанционно с ним работать. И выбираем компанию, которая, кстати, тоже может находиться где угодно. И можем дистанционно писать диплом, а потом еще его защищать можно дистанционно. Но по вебке представляете защита диплома. Прикольно. Не нужно лететь никуда. Ну, вообще интересно здесь учиться человеку с Украины, я думаю, с России, потому что там образования были менее похожие, даже в Латвии, мне кажется, похожие. Мы вот с Димой закончили университет НАУ, национальный авиационный университет. Университет не очень хороший был у нас. Хоть он и входит в топ-10 лучших университетов Украины. Даже когда мы поступали, он был на втором или на третьем месте. Сейчас он уже спустился там вниз. Ну и не зря, потому что действительно университет как-то ухудшился. Мы когда выпускались, вообще там жазь была. Ну ладно, не об этом. Человеку с Украины очень странно учиться. здесь, в Испании, потому что отношение преподавателя к студентам, к учебе, студентов к учебе, студенток к преподавателю, в общем, абсолютно другое. Даже элементарные вещи. Когда мы пришли первый раз на пару, наш преподаватель испанец, который наш куратор, кстати, он пришел на пару в шлепанцах и первым делом сел на стол. Представляете, что в Украине преподаватель сел на стол? У нас были случаи, когда в Украине студентов выгнали, за то, что они на парту сели, а здесь преподаватель сел на стол. То есть абсолютно спокойно все относятся, абсолютно никого никто не ограничивая, делая, что хочешь, главное, занимайся своим делом. И даже сегодня, когда мы хотели сдать робота нашего, мы попросили нашего куратора позвонить преподавателю, который у нас ведет этот предмет, и мы прямо в коридоре сдали ему этого робота. Вы представляете, прямо в коридоре. Преподаватель спустился, не сказал, слушайте, давайте вы придете ко мне завтра, ну придите в 12, ну я, наверное, приду сюда в 4. В общем, подождете меня тут 4 часа, обязательно подождете, и, может быть, вы сдадите, а может и нет. А если не сдадите, тогда придете еще завтра, послезавтра меня как раз здесь не будет, и после-послезавтра придете, и, возможно, я вам поставлю 3, низку, вот так бы это было в Украине. А здесь совсем по-другому, и это не может не нравиться. Здесь люди относятся к людям как к людям, а не как к подчиненными или к кому-то низшего сорта. Вообще, если вы смотрели наши первые выпуски, как мы удивлялись вообще первым дням в университете, сейчас мы уже привыкли к этой всей системе, как здесь все происходит, уже как-то тяжело удивляться. Но поначалу, если вы посмотрите наши первые выпуски, мы просто там были в шоке от отношений, как за нас тут заполняли все заявления, которые бы, если бы мы были в нашей стране, мы бы сами бегали за всеми, чтобы отдать там несчастную бумажку, нужно проехать там полгорода. Здесь все делают за тебя, всячески тебе помогают. Это очень приятно и чувствуешь действительно себя важным. Честно говоря, это даже мотивирует творить, быть кому-то полезным, делать что-то новое и помогать другим людям. Это очень крутое чувство. Жаль, что пока что у нас этого... Ну, это есть, у нас тоже встречается, но не в таком количестве, как здесь. Вот этими отличается страна Европейского Союза от страны не Европейского Союза. Хоть я сейчас перечислила вам кучу-кучу достоинств Испании и недостатков Украины, а мы все равно хочется. Хочется к родным людям, хочется вообще украинский язык услышать, пообщаться. Дом это дом. Просто хочется, чтобы дома было тоже хорошо, чтобы дома было лучше. Моя исповедь закончилась. Я вам наговорила этот всякого. В общем, желаю вам творить, чтобы у вас было вдохновение, желание. И самое главное, не забывайте, что все мы люди, все мы одинаковые. Относитесь ко всем так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам. И тогда все будет классно. Всем пока, всем до завтра.